Сборная Аравия Сборная Аравия Сборная Аравия Здесь роботы наши, которые будут играть на всероссийском первенстве и роботы, которые тренировочные. Ну, тренировочные были в Саудовской Аравии. В итоге наша команда берет верх над соперником со счетом 4-0. Значит, сборная России должна сегодня победить. И в случае успешного предсказания организаторы планируют сделать такие матчи регулярными. Ольге Фаткулиной подарили новую иномарку. Челябинская конькобежка получила ее за победу на альтернативных играх. В них принимали участие спортсмены, которые были отстранены от Олимпиады в Пхенчхане. Фаткулина заняла первое место на дистанции 1000 метров. Эту победу приравняли к олимпийской медали. За это, как и всем призерам игр, Ольге вручили ключи от БМВ. После чего спортсменка выложила пост в соцсети. Я еду домой в Че, машину не продаю. Слишком тяжело она мне досталась. Никто не знал, что будут дарить автомобили только за первое место. Только говорили, что наше государство нас отстраненных не бросит. Нам оставалось верить и работать. Ну и результат. Вы выиграли автомобиль. Поэтому Челябинск. Покатаемся, пофоткаемся. Челябинские тхэквондисты внедряют новый проект. Уникальную образовательную программу «Чемпион». Она разработана тренерами-педагогами школы тхэквондо-каре. И уже находит свое воплощение в оздоровительном лагере на озере Еловое. В первой смене оздоровительного лагеря «Черемушки» тренируются и отдыхают 160 тхэквондистов из спортивной школы каре в возрасте от 6 до 16 лет. Они участвуют в экспериментальной образовательной программе «Чемпион». Задача которой – сделать его успешным не только в спорте, но и в жизни. Так как ты уже с детства, с подросткового возраста, начинаешь добиваться каких-то высот собственными силами, полагаясь на команду рядом, может быть, в какие-то моменты на родителей, но в большей степени ты работаешь сам. Образовательная программа состоит из четырех специальных модулей. Вера в себя, работа в команде, целеустремленность и работа со страхами. Они учат ставить цели и не бояться ошибок, бороться со страхами, извлекать, пользуясь всего. Сформировать о себе мнение, что ты можешь, что ты можешь быть чемпионом, что у тебя может получаться лучше, что ты можешь достигать, ставить цели и достигать эти цели. Итоги каждого занятия ребята записывают в индивидуальную карту достижений, обсуждают всей команды каждое упражнение, делятся выводами и достижениями. В командной работе нужно делать все спокойно, выслушать кого-то, как-то помочь, поддержать, обдумать все. Никуда не торопиться и считать всегда всех себе равным. Ближайшая цель, которую ставит перед собой Влад Камельков – победа на первенстве России среди кадетов. Эти соревнования стартуют уже через неделю в Нальчике. На телеканале ОТВ новая рубрика «Будь лучше каждый день». Теперь по пятницам челябинцев будут знакомиться с спортивными династиями. Они покажут на собственном примере, как поддерживать себя в идеальной физической форме. Вы спросите, почему именно мы, Елена Косымова, мастер спорта России? Фаригат Косымов, заслуженный тренер России, главный тренер сборной команды России по кикбоксингу. Я Аня, кандидат мастера спорта по спортивной гимнастике. Теймерлан, мастер спорта по кикбоксингу и по боксу. Движение семейной зарядки сможет повторить каждый. Спортсмены предлагают выполнять зрителям как простые упражнения для новичков в спорте, так и задания посложнее для настоящих профессионалов. На сегодня это все. Далее происшествие с Дарьей Шведовой. Она расскажет о том, как дед креативно звал лета в парке на ЧМЗ и едва не спалил его. Всего доброго. Увидимся на ОТВ.